Приветствую вас! Я так понимаю, назревает новый конфликт в Подмосковье. Тут есть такие лихие ребята, насколько я правильно понял, это Котельников. Город, то ли поселок, я так и не понял, что это такое. То есть они записали обращение никому-нибудь, а лично Путину, где обвинили во всех бедах, имеется в виду бедах своего населенного пункта, своей жизни, что и дороги плохие, и условия плохие, и жить ужасно. Ну понятно, выходцы в Среднюю Азию мусульман. Ну здесь они вообще начали с такого, что мусульмане их и гноблят, и запрещают им соблюдать христианские обряды, не дают им нормально жить, все захватили. Понятно, мусор, там все возможные пакости, это мусульмане, мусульмане. Не они, не они, это чисто мусульмане. Не, я понимаю, что очень удобно обвинять приезжих, что они виноваты. Ну и плюс они здесь вообще говорят, что они захватили Подмосковье и хотят, ну там, просто пересказывать даже не хочу. Там, понимаете, это даже не шернизм, это какой-то суперрасизм, честное слово. Это при том, что эти выходцы в Среднюю Азию, на которых они, в общем-то, наезжают, как раз и убирают мусор, если уж на то пошло, ну, работают на стройках, и Подмосковье, и Москву. И вообще, по-большому, содержат Москву и Подмосковье. Мало того, они еще и налоги платят, вы же не забывайте. В этом случае, когда я отвечаю, что эти понаехали, стоп, стоп, а что налоги идут не туда? Они же ведь работают, и налоги же идут как раз в Подмосковье, как раз в Москву. Не, я понимаю, что вот эта вот привычка искать врагов, ну, это просто... То евреи были виноваты, а-а-а, то евреи. Теперь мусульмане виноваты. Все. Почему мусор на улице? Мусульмане виноваты. Почему разбитые дороги? Мусульмане виноваты. Почему нам, у нас зарплата маленькая? Мусульмане виноваты. Да кто вам такую глупость сказал? Сами виноваты. Потому что Путин, вот кто виноват. Неужели это непонятно? По большому счету, виноват власть. А власть кто? Кремль, Путин. Кто довел экономику России до войны? Кто убил? На сегодняшний момент, почему такая критическая ситуация, даже в Подмосковье? Вот я просто обучаюсь, что есть такой понятие, как дефицит федерального бюджета. Он громадный. Больше 4 триллионов рублей. Ну, понятное дело, что денег нет ни на дрове, ни на садике, ни на школу, ни на что нет. Все деньги идут на войну. А что ж вы хотели? И да, действительно, ну, такая ситуация, что, извините, и мусор не за что вывезти. А как вы хотели? А? Но, опять же, обвинять мусульман, что они вам, причем, понимаете, обвинять, типа, они чуть-чуть храмы христианские сейчас захватывают. Кто вам такое сказал? Почему они должны захватывать христианские храмы? Почему? Ну, да, действительно, они ходят в мечети. Я спорить не буду. Но это не значит, что они должны захватить. И почему вы считаете, что разбитые дороги виноваты мусульмане? Да, они приехали. Никто не спорит. Они живут у вас. Но они, что ли, эти дороги разбивали? Или разламывали? Нет. Они, блядь, там еще царя гороха разламывали. Да, конечно, не соскучишься в этой России. Не соскучишься. Так что, я так понимаю, сейчас будет такое новое развитие. Да, понятно, понятное дело, там депутаты выступят, скажут, что мы сейчас все сделаем. Ну, черташ не сделают, вы сами знаете. Денег нет в бюджете. Нет денег. По этой причине, на сегодняшний момент, в некотором степени, даже российской власти выгодно. Вот, есть фраг. Мусульмане. Они плохие. Они понаехали. Вот это понаехали. А то, что ты понаехали, по большому счету содержит... Да практически Россия. Я хотел сказать Москву. Да, уже. Такая пиктуль замечает. Да... Есть странные люди. Но стране не подумаешь. Ну, тоже, смотришь на лица. Ну, вроде бы, нормальные люди. Нормальные. Но такую глупость несут. Такой бред. Такой чушь. Что просто, ну, вообще. Ну, неужели они не понимают, что причина не в том, что приехали действительно мусульмане среднеази. Совершенно не в этом причине. А причина во власти. Власть, да все это доводит. Мусульмане здесь действительно, они, да, они приехали, да, они работают, да, действительно, у них большие семьи. Никто не спорит. Да, действительно, живут они, ну, как бы сказать, кучно. Но экономят, они не могут себе позволить полноценное жилье. Так что же надо понимать? Тут начинается, вот они живут большими семьями. Да, они живут большими семьями. Ну, они же не могут себе снять там виллы, муши. Вы же тоже соображаете. Но при этой причине их обвинять в том, что в городе бардак и в городе разруха, это чур. Это местная власть, власти, 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 власти. Они этим должны заниматься. Но люди, которые приехали, ну, как, они работают. Да, причем как раз в актерном городе работают, если на то пошло. Поэтому, когда вы претензии к ним излягаете, это какой-то чушь. А что вы хотите, что вообще все уехали и никто не работал? Да у вас ничего в городе не останется, если у них все где-то. Эх, да умом Россию не понять. Да, я думаю, никто ее не поймет. Она сама себя не понимает. Ладно, благодарю вас за внимание. Пишите комментарии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok